С 1 января 2021 года в России традиционно вырастет пенсия. Однако повышение коснется не всех стариков. Ранее журналистам удалось узнать кому и насколько увеличат пенсии в следующем году, а кто останется без индексации. У кого вырастут пенсии с 1 января 2021 года? В начале следующего года правительство планирует повысить пенсии только неработающих пенсионеров. Для стариков, которые продолжают вести трудовую деятельность на заслуженном отдыхе, повышение выплат не ожидается. Однако с 1 августа 2020 года они получат перерасчет за прошлые годы, в результате чего их пенсия незначительно, но увеличится. Традиционно наибольший рост пенсий пройдет в столичном регионе. Граждане преклонного возраста из Москвы и Московской области причислены к отдельному эшелону, уровень государственного обеспечения которых значительно выше. Данная особенность связана с высокими ценами на товары и услуги в столичном регионе в отличие от других субъектов РФ, правительство Москвы и Подмосковья старается компенсировать таким образом затраты стариков. Насколько вырастут пенсии с 1 января 2021 года? Сегодня Минтруд разрабатывает план поэтапного роста пенсий с 2021 по 2024 года. Согласно графику, в следующем году индексация пенсионных выплат составит 6,3%. В итоге, по прогнозам российского правительства, средний размер пенсии в стране должен составить 17 432 рублей, что на 2000 больше, чем в текущем году. Пенсионный фонд напомнил, что повышение российских пенсий в ближайшие четыре года будет выше темпов инфляции в стране. По данным ЦИИ Интробанка, сегодня инфляционные ожидания даже в условиях пандемии коронавируса не превышают 4% в год. Если инфляция в России вырастет, правительство обещает скорректировать ежегодную индексацию пенсий в большую сторону. Об этом ранее заявил глава ПФР Антон Дроздов, что касается повышения накопительной части пенсий, в ближайшие годы она не предвидится. Проект федерального бюджета не предусматривает каких-либо изменений в этой части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова